В ночь с 13 на 14 января в Беларуси отмечается Старый Новый Год. И все мы с детства знаем, что в этот вечер нужно отправляться щедровать. Большие компании ходят к соседям, рассказывают стихи, поют разные песни, а взамен ждут конфеты, сладости и, возможно, даже деньги. А вот как щедровать правильно, знают ребята из Гомельской талаки, которые не первый год отправляются щедровать на улице Гомеля. Сегодня мы сходим к ним и узнаем, как это делать правильно. Краевеческое объединение много лет подряд приглашает всех желающих принять участие в щедриках, традиционном каледовании в щедрый вечер. Считается, что чем веселее он пройдет, тем счастливее будут следующие 365 дней. Поэтому молодежь переодевается в ряженых и отправляется в город, поздравлять людей и заряжать своим позитивом. Не сократно, что больше городского населения – это вязковцы, которые в свой час урбанизовали все-таки. И треба сказать про ту радость, с которыми люди зажды сустракают, войны узгадывают. Хочется, все то и детинство, свои колейны по вязках, по вязковых дворах также ходили с такой же веселостью и радостью. И плюс мы шмат едем в экспедиции по Гомельщине, где до этого часа фиксуем это обратно. И в основе этих песен, которые сегодня будут, лежит саправдная, аутентичная традиция, которая живет и в вязце, и дякую намаганиям Гомельщины, каталоги. Так само уже не одно десяти годе живее и у самим Гомеля. Участникам праздничного шествия нужны особые атрибуты. Среди них вифлеемская звезда и коза. И если с метафорой небесного объекта все понятно – это символ Рождества Христова, то образ козы можно назвать противоречивым, связанным с язычеством. У наших предков рогатая была символом достатка и благополучия. Кроме того, среди ряженых можно найти других животных – медведя, коня, кота или зайца. Считалось, что чем больше людей заглянет к вам в гости, тем больше богатства можно ждать в новом году. В ответ на песни «Доброе пожелание» колядующих принято щедро одаривать. Даже самых юных участников нашего шествия уже можно назвать опытными щедрующими. Например, Захар участвует в колядах в третий раз. А песни ты знаешь правильные? Ну, некотые – да. Так, а еще какие традиции знаешь на щедрике? Колядин, колядин, я у мамки один, я у батьки один. По колену пирожок, дай, тетка, пирожок. Пирожка мало, дай, тетка, сало. Отлично. Покажи, что у тебя в корзиночке. Вот. Несколько часов колядования и в сумках полно вкусных угощений. Такой обычай до наших дней сохранился во многих деревнях. А для гомельчана гостей города на площади Ленина вечером провели праздничную программу. Артисты Дворца культуры Белецкий показали два интерактивных спектакля – «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и авторскую развлекательную программу «Святки-колядки». Атмосферу создавали и выступления музыкальных коллективов. Анна Корольчук, Александр Харлампов. Новости недели.